Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 января. Житие святого Савва, архиепископа сербского. Святой Савва был сын знаменитого основателя самостоятельного сербского государства, великого сербского жупана Стефана Немани, выночиста Симеона, прославляемого церковью как святого покровителя Сербии. Стефан Немани жил в XII столетии. Он объединил большую часть сербских земель и доставил им политическую независимость. Сын его Савва явился создателем независимой сербской церкви. Савва был самым младшим из детей Степана Немани и супруги его Анны. Родители, имея уже несколько детей, обратились к Господу с молитвой, чтобы Он даровал им еще сына, который был бы насадителем благочестия в их Отечестве и прославил его. Они давали обет после того оставаться до смерти в чистоте. Молитва родителей была услышана. У них родился сын, которого в святом крещении они назвали Раско, иначе Ростислав, как бы предвидя возрастание в духовной славе, как их сына, так вместе с ним и их дорогого Отечества. Обрадованной милостью Божией родители приложили все старания к доброму воспитанию сына. По минованию лет младенчества они поместили его в особых палатках, приставили воспитателя и позаботились о своевременном обучении и его грамоте. Благодать Божия не оставляла отрока, дарованного родителям по особой их молитве. Он возрастал телом и совершенствовался духовно, несказанно утешая своих родителей, проводя жизнь в благочестии и чистоте. По окончании воспитания родители дали ему отдельную область, в которой он мог бы жить самостоятельно вместе со своими слугами и развлекаться охотой и другими забавами, приличными знатным юношам. Юноша удалился из дома родительского, но забавы мирские его не трещали. Мысль и сердце его были заняты совсем иными предметами. Ему встречаще вспоминались слова псалма «Блажен муж, боящийся Господа» и слова Спасителя «Кто любит отца или матерь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не возьмет креста, свой след меня идет, тот не достоин меня». Его увлекал путь Господний, отречение от мира, искание прежде всего Царствия Небесного и правды Его. Вместо того, чтобы предаваться пустым забавам, Расько предавался размышлениям о подвижнической жизни и молился Господу, чтобы он указал ему надлежащий путь свой. Расько слыхал о подвижнической жизни на святой горе Афонской и страстно желал встретить человека, который поведал бы ему все, что хотелось ему знать. И вот Бог послал ему одного чернеца, который хорошо знал святую гору. Это был русский инок из русского Пантелеймонова монастыря на Афоне. Он удовлетворил все желания знатного юноши, рассказал обо всех афонских святых обителях и о всех видах подвижничества на святой горе. Рассказы захожего инока вполне соответствовали намерениям и чаяниям благочестивого юноши. Он тогда же бесповоротно решил и дал обет Богу оставить мир и подвязаться на Афоне. Было всего 17 лет юноши, когда он решил составить мирскую жизнь. Горячо помолившись Господу Богу, он уговорил несколько богобоязненных мужей содействовать ему в исполнении его намерения и быть его сопутником, и немедленно отправился в путь, прежде всего в дом своих родителей. Несказанно обрадовались отец с матерью прибытия своего любезного сына, устроили по этому случаю пиршество и старались всячески оказывать ему свою ласку. Через несколько дней пребывания в гостях у своих родителей Рассков просится у них на охоту в одну неблизкую дикую местность, богатую всякого рода добычей. Родители охотно дают свое согласие. Получив родительское благословение, Рассков в сопровождении своих верных людей отправляется в путь. Но не для звериной ловли в пустыню, а на святую Афонскую гору, для подвигов ради душевного спасения. Достигший благополучно Афона, Рассков поселился в русском Пантелеимоновом монастыре, инок которого подробно повествовал ему ранее о святогорском подвижничестве. Родители вскоре хватились сына. Догадываясь, что сына их увлек не кто иной, как русский монах, и не в иное место, как на Афон, Стефан Немани немедленно послал одного из своих старейшин воевод с великим отрядом. Получив от греческого императора Исаака Ангела, царства с 1185 по 95, строгое предписание к проту, настоятелю Афонской горы, и ко всем святогорцам и военный отряд от Солунского воеводу, уполномоченный Стефана Немани явился на Афон и нашел разыскиваемого знатного беглеца в монастыре святого Пантелеимона. Сильно обрадовался верный слуга Немани, что так скоро нашел, кого искал, и надеялся вскоре возвратить юношу к родителям, так горевавшим о нем, и получить за это достойную награду. Не надеясь, что беглец добровольно и охотно вернулся на родину, оставив свое намерение, посланные не спускали с глаз юношу и втерегли, чтобы он снова не скрылся от них. Но Расько давно же решился, несмотря ни на какие препятствия, принять иносятское пострижение на Афоне и остаться там. Это намерение было известно игумену Пантелеимонова монастыря, который решился оказать ему содействие этому отважному юношу. Однажды в субботу Расько распорядился, чтобы устроено было обильное угощение, присланным за ним от отца воином, вместе с тамошними обитателями. Когда после пиршества все полегли заснуть, по распоряжению игумена ударились в Билла, призывавшая всех по обычаю на ночное бдение в храм Божий. Не только егеноки, но и воины должны были идти в церковь. Отехченные пиршеством продолжительным бдением, стражи во время чтения кофеизны заснули на своих местах в своих седалищах. Воспользовавшись этим обстоятельством, Расько приказал одному из своих слуг надеть его одежды и стоять на его месте до конца богослужения. Сам же пошел в святой алтарь, произнес там иноческие обеты и, переодетый, вышел неузданно из храма. Вместе с одним старцем, иноком, он зашел на пирк или башню и заключился там. Не теряя времени, он принял там иноческое пострижение с именем Саввы и облегся в иноческие одежды. Ночное бдение близилось к концу. Под утро проснулись, стражи и к ужасу своему убедились, что разыскиваемый имя юноша опять вскрылся. С великим негодованием они приступили к инокам монастыря и, грозя насилиями, требовали выдать им юношу или указать, куда он делся. Слыша сверху башни великое смятение и, сожалея об участи иноков, могших много потерпеть из-за него. Затворник склонился из окна башни и, показывая свою постриженную голову, в монашескую одежду, закричал «Я здесь!» «Но уже не райской инок Савва! Вот волосы головы моей и мои княжеские одежды! Отнесите их родителям моим в доказательство того, что произошло со мною!» Страшное горе поразило старого воевода и его спутников. Все труды их пропали даром. Теперь уже невозможно было возвратить юношу к его родителям таким, каким он с ними расстался. Да и незачем! Он отрекся от мира этого. Печалью, посланные Стефана Немани, пошли в обратный путь в свое Отечество. Оставшись в монастыре святого Пантелеимона, новопострижный инок Савва положил начало своим монашеским подвигам и дал много золота на строение принявшего его русского Пантелеимонова монастыря. Немного времени спустя подошел праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, торжественно празднуемый в Атопецком монастыре на Афоне. К этому празднику приглашались все подвижники Афона. Получил приглашение и царственный инок Савва. С великой радостью и охотой он отправился на славное торжество, на которое собрались все афонские подвижники во главе с протом афонских обитателей. Встреченный вниманием всех афонских властей, Савва получил возможность видеть вполне церковное торжество на Афоне, этом излюбленном Пресвятой Богородице и Святом месте. Он так был поражен всем виденным и слышанным, что тотчас же решил состаться в обители Пресвятой Богородицы и стал усердно просить игумена в Атопецкой обители, феоастериста, принять его в число братья и монастыря. Искренняя просьба Савва была принята и удовлетворена. Он вступил в число рядовой братья и усердно начал выполнять все иноческие обязанности и послушания. При этом в своем вступлении в Атопецкий монастырь Савва поспешил сделать богатый вклад в обитель, которая так поразила его и удовлетворила его давние благочестивые желания. Между тем известие, принесенное в Сербию посланными Стефаном Немани для розысков его сына, глубоко потрясло не только его родителей, но и всю страну. Царственный юноша отказался от родной семьи и всего мирского и стал монахом. На первых порах родители грустили, разлучившись с сыном, но скоро они сознали, что на все есть воля Божия, а будучи благочестивыми христианами, печаль переменили на радость, видев в своем сыне служителя Божия и ожидая от него блага как себе самим, так и Отечеству. Собравши свои мысли и чувства, родители отправили Савве слезное послание, в котором выражая сожаление о разлуке, но вместе воздавая славу Господу Богу, все устрояющему своей премудростью ко благу, убеждают и умоляют сына навестить родителей приехать в родную Сербию и доставить всем утешение, обещая после свидания беспрепятственно отпустить его обратно на святую гору. Вместе с посланием родители отправили сыну большую сумму золота, как для его личных потребностей, так и для раздачи афонским церквам и убогим людям. Святой Савва был утешен этим родительским посланием, но не пожелал отправиться на родину. Он горел желанием подвязаться на Афоне, куда так стремился и где благополучно водворился. Имея пребывание в обители Ватопецкой, Савва часто предпринимал путешествия по Святой Афонской горе, желая видеть святые обители, помолиться в них, видеть великих подвижников, побеседовать с ними и получить духовное назидание. Босыми ногами в простой одежде он ходил по всему Афону, избирался на самые кручие высокие скалы, ходил по пропастям и стремнинам, отыскивая уединенных подвижников, летившихся, подобно птицам, на едва доступных человеку утесах гор. Совершая такие восхождения, Савва имел целью не только удовлетворить свое желание видеть и изучить афонскую подвижническую жизнь, он вместе с тем желал помочь материально тем беднякам, каковыми были обыкновенно одиночные афонские подвижники. На помощь им он не щадил тех средств, какие были у него в изобилии. При таких странствованиях по Афону не раз он подвергался большим опасностям, но Господь помогал ему. В те времена Афонская гора много страдала от морских разбойников, которые, высаживаясь на берег, грабили там целые обители и подстерегали прохожих и проезжих как на море, около берегов, так и на суше. Савва имел обычный по временам заготовлять теплые хлебы и самолично развозить их по пустыням для раздачи одиноким подвижникам, не имевшим никакой теплой и вареной пищи, а питавшимся разной растительностью. Савва любил это делать в святую Четыридесятницу по субботам. В одну из таких суббот рано утром, навьючив мулов теплыми хлебами, он отправился спешно, идя впереди босой и горя желанием доставить утяжение христовым подвижникам. Дорога шла близ моря, Савва проходил близ места, именовавшегося Милопотам. Здесь напали на него разбойники и схватили как его самого, так и бывших с ним. Савва был очень огорчен тем, что путь его так внезапно замедлился. Из глубины души он обратился с молитвой Господу Богу о своем избавлении, и Господь спас его. Разбойники приступили к допросу. «Кто ты и откуда идешь?» Савва отвечал, «Я ученик отца Макария, он послал меня вчера в Есфигмен по одному духовному делу. Но братья удержала меня до сегодняшнего утра, чтобы послать со мной хлеба на благословение старцам. Ибо большие монастыри имеют обычай посылать хлеб на утешение пустынникам, страждущим Христа ради, и не имеющим иного утешения, как только милостыню, которую посылает им Господь Бог». Эта речь святого Саввы смягчила жестокие сердца разбойников. Они умилились по вере и отпустили Савву, так что он поспел к старцу вовремя. Только что встали на молитву, как в монастырь явились разбойники. Раскаившись в своих поступках, они пошли вслед за Савва и, увидевши старца, попросили у него благословения и рассказали все, что случилось с ними на пути. Старец наставил их Словом Божиим, и они умилились и доверились старцу. Эти корсары или морские разбойники принадлежали к числу известных знатных лиц. Они спросили старца, «Поведай нам Христа ради, действительно ли это Чернеста и Савва, твой ученик? Мы видим на нем некое преславное знамение». Старец отвечал, «Христа ради я скажу вам, дети мои, это Чернест Божий ученик, а нам один из братьев. Сын он благоверного царя сербского. Всеблагой Бог послал его нам на посещение своих рабов. Как видите, он оставил свое царство и обходит пустыню эту, посещая, утешая, питая, одевая страждущих Христа ради в пустынях и горах, в пещерах и пропастях земных, подобно солнцу все осеевая и милая, чая помилования и утешения в жизни вечной». Бывшие разбойники, слышая это, палик ногам Савва и просили благословения. Получившие благословение как от него, так и от старца, они дали обещание больше не заниматься разбоем и отправились в свои домы. Другой подобный случай произошел в одной из посещений Святой Саввы Лавры Святого Афанасия Афонского. Савва ехал в Лавру на лодке по морю в сопровождении нескольких лиц из братьев. Когда они приближались к Лавре, напали и захватили их разбойники. Одному из спутников Савву удалось как-то избежать рук разбойников, и он поспешил в Лавру Святого Афанасия и сообщил игумену о постигшей их напасти. Игумены, братья, услышав о всем, очень стревожились и поскорее послали одного из своих братьев, отличавшегося своим умом. Даже тем, Святой Савва, находясь в руках разбойников, внутреннюю молитву и взывал Господу об избавлении. Вскоре является посланный из Лавры Брат и приветствует разбойников. «Со счастливым прибытием! Добро пожаловать в монастырь! Там можно отдохнуть и получить все, что необходимо для вас!» Вот венужина молодого инока Савву, хитроумный чернец, как бы с великим гневом сказал ему, «А ты куда пришел? Не в такое ли ты место послал тебя, игумен, а ты чинишь по своей воле!» И хотел как бы ударить Савву. Савва же как бы от страха бросился от него, выскочил из лодки и побежал. Изумленные разбойники пришли как бы в забытье от всего случившегося и ничего не сказали. Только потом в монастыре, куда укрылся Савва, они увидели его, узнали, кто он такой, и очень сожалели между собой о том, какое сокровище выпустили из своих рук. Пробыв некоторое время в Лавре, приняв духовное и телесное утешение вместе с игуменом и братьей, святой Савва возвратился благополучно в Атапецкую обитель. Пользуясь теми средствами, каковые получены были от благочестивых родителей, святой Савва приступил к построению и украшению храмов в Атапецкой обители. Прежде всего он создал храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы в монастырской крепости на восток от Великой Церкви. Затем там же в крепости по соседству с упомянутым храмом он стал воздвигать церковь во имя святого Иоанна Златоустого, имея в сердце в своем надежду, что со временем поселится здесь и его стареющий державный родитель Стефан Неманя. По совершении и украшении этих двух новых церквей Савва не оставил в Туне и главного Атапецкого храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм этот был крыт черепицею. Находя такую кровлю непрочную, Савва заменил ее оловянную, на что потребовалось немалое средство. Затем Савва построил еще церковь в монастырской башне или пирге во имя преображения Спасова. Кроме этих главных построек, святой Савва не щадил средств на внутренние украшения и утварь для главного Атапецкого храма Благовещения. Все эти драгоценности остались здесь на память потомству о великом благодетели Святой Горы, прибывшем из земли сербской. Мысль о привлечении на афон своего благочестивого отца Стефана Неманя не оставляла святого Савву. Он решился наконец написать своим родителям красноречивое послание, в котором убеждал отца оставить царство земное и искать пути в царство небесное, принявший ангельский образ и переселившись к нему на Святую Гору. Стефан Неманя давно уже помышлял об этом. Давно уже он желал отказаться от мирской власти и всего мирского и принять иночество. Теперь после красноречивых по убеждению сына он решился осуществить свое намерение. Посоветовавшись с единомышленной с ним супругой благочестивой Анной, Стефан Неманя призвал сына своего Стефана и в присутствии вельмож и властей со всего государства вручил ему власть над Сербией, назначил его великим жупаном, а сам объявил свое намерение отречься от мира. Прощаясь со своими вельможами и слугами, он всех богато наградил и одарил несвободным, дал свободу и обеспечил неимущих. Порвавши таким образом все мирские связи, он произнес иноческие обеты и с именем Симеона принял пострижение от руки своего епископа Калиника в своей задужбине в построенном им самим монастыре Студеницком. Супруга Иоанна последовала его примеру и также приняла пострижение от того же епископа и поселилась в одном из женских монастырей. Первое время по своему пострижению новый царственный инох Симеон провел в монастыре Студеницком, навыкая иноческому правилу и исполняя первые иноческие послушания. Многие из вельмож, старевное благочестие своего государя, не захотели оставаться в мире, приняли пострижение и решили сопутствовать на новом пути своему бывшему государю. Когда Симеон решил отправиться на Афон, они последовали за ним. Отправляясь на Святую Гору, Симеон взял с собой много золота, одежд, коней и всякой сбруи и других вещей. И когда прибыл в Атапецкий монастырь, то принес все это в дар обители, в который он должен был поселиться и где ожидал его сын Савва. Трогательной и чудной была картина встречи двух старственных иноков, молодого еще Саввы и престарелого отца его, теперь носившего имя Симеона. Такое необычайное событие взволновало всю Афонскую гору. Все желали видеть этих чудных иноков, начиная с крота Святой Горы и кончая самыми простыми подвижниками. В Атапету стремились даже из самых глухих, недоступных стремнин и пещер, никогда не выходившие из своих убежищ подвижники и молчальники, желая насладиться чудным и необычайным зрелищем пришествия на их гору, подвязать все вместе с ними, этих двух старственных иноков. И не одни афонские подвижники с изумлением слышали и взирали на таковых слух Божиих. Весть о них дошла, конечно, и до царствующего Града, и не только все удивились этому происшествию. Но многие из вельможезнатных людей последовали их примеру. Новый пришелец на афон царственный инок Симеон сразу мог видеть всех тех подвижников, о которых давно знал. И никого он не оставил без своей милости и благодеяния, разав много милосты небедным. Он по всем обителям афонским разослал свои приношения золотом и церковными вещами на память о себе. Особенно же он одарил принявшего его в число своей братьей обитель в Атапетскую, вручив настоятелю большую сумму золота и множество облачений и других церковных вещей для храма, а также коней, лошаков и сбруи для монастырских потреб. Царец Симеон, ослабленный болезнями, желая, однако, слышать церковную службу, пристроил со стороны алтаря главного храма Благовещения келью с окном в алтарь и через все окно видел и слышал ежедневно церковные богослужения. Между тем, святой Савва, заботясь о своем родителе и не оставляя обычных ежедневных иноческих подвигов, широко развивал свою благотворительную и строительную деятельность по Святой Горе. Обративши внимание на церковь святого Стефана, разрушенную разбойниками и опустевшую, он восстановил ее, снабдил всем необходимым для того, чтобы при ней могли жить иноки, и передал сие иноческое прибежище в ведение в Атапетской обители. При обстройке этого монастырька он озаботился о возведении крепости и сторожевой башни Пирга для защиты от нападений разбойнических. В Атапетский монастырь приходило много богомольцев из ближних и дальних стран. Много было людей, работавших на монастыре Зусердия. Все эти люди часто ничего не имели и могли питаться только монастырской милостыней. Человеколюбивый Савва принял к сердцу нужды этих людей. Он взял крупный взнос в Атапетскую казну для того, чтобы все эти люди не терпели нужды. Всегда имели пищу и питье, не обременяя монастырь. Много было и таких, которые приходили в монастырь только потому, что слышали о необычных знаменитых подвижников, желали посмотреть на них. Из всех таковых Савва ублаготворялась в своих средств. Много было просителей, и ни один не остался без удовлетворения. Святой Савва создал в Атапетском монастыре палаты, одну с именем своего отца Симеона, другую со своим именем. Эти палаты остались навсегда в память их. Все, что было при монастыре ветхого и заброшенного, он обновил и восстановил. Святой Савва, обозревший на Афоне в его пределах многие митохии, то есть монастырские земли, запустевшие и никем не возделываемые, рассудил при обрезке Атапетского монастыря. Испросившие разрешение византийского императора, он обстроил их, населил и укрепил запринявшие его и его родители обителью. Между тем, старец Симеон, поживший некоторое время в Атапете, решил осуществить давнее свое желание – обозреть всю святую гору, поклониться святым церквам, посетить подвижников и побеседовать. Вместе со святым Саввой они прежде всего отправились в монастырь, Корею, где пребывал прот горы Афонской. Получив его благословение, поклонившись святыням, Симеон и Савва богато одарили монастырь деньгами и особенно драгоценными вещами, сосудами церковными и прочей утварью, облачениями, покровами. За таковые жертвы оба записаны были навсегда в синодик, как вторые ктиторы монастыря, ибо первым ктитором был греческий царь Михаил, создавший храм во имя Пресвятой Богородицы, в благодарность за исцеление от болезни. Подобным образом Симеон и Савва посетили лавру Иверской Пресвятой Богородицы, именуемой Портатиса, и великую лавру святого Афанасия Афонского. И сии обители были обогащены их вкладами, и в них оба сербские благотворителя записаны были вторыми ктиторами. Посещая монастыри и пустыни, делая богатые вклады, Симеон и Савва одаряли везде иноков и щедро раздавали милостыни всем нуждающимся. Во время этого путешествия сербские иноки присматривали место, где они могли бы устроить свой монастырь. Но для этого нужно было разрешение греческого царя. В случае спросить такое вскоре представился. Ватопецкому игумену встретилась неотложная надобность отправиться в царьград к императору по монастырским делам. По совещанию с синоками игумен попросил Савву сходить в Константинополь вместо него. Савва охотно согласился. В Константинополе он благосклонно был принят царем Алексеем в 1195-1203 год, которому Стефан внимания приходился с ватом. Царь, конечно, давно знал о пострижении внимания и о пребывании его на Афоне, а потому подробно расспрашивал об их жизни. Воздав Савве большую честь, царь послал богатые дары и Симеону. Царь благосклонно удовлетворил всех адатайцев от Апецкого монастыря, при этом, случаясь, Савва обратился к царю и с личной просьбой. Уступить ему и его отцу на Афоне запустил и небольшой монастырь по имени Хиландарь. Царь охотно дал на сие согласие, пожаловал монастырь со всеми принадлежавшими ему метохиями и утвердил это грамотою. Возвратившись на Афон, Савва с радостью рассказал своему родителю о своем успехе. Получив овладение в свой Хиландарь, они присоединили его к монастырю в Атапецкому, в котором жили и приступили к его устроению. Это приобретение удовлетворяло личность Симеона и Савву, но не удовлетворяло их сербских соотечественников во множестве притекавших на Афон для поклонения святыне. Один из таких благочестивых поклонников обратился к святому Савве с советом об устроении такого монастыря на Афоне, который был бы постоянным и независимым прибежищем для их отечества, и в котором могли бы принимать пострижение и подвязать ожелающие из Сербии. Такой совет был по сердцу святому Савве, горячо любившему свое отечество и певшемуся о его пользах. Он сообщил об этом и родителю своему старцу Симеону, который также одобрил это намерение. Савва обратился к игумену в Атапецкому монастыря, в уступке им запустело местечко для построения келий для сербов и для устройства для них особого монастыря. Но игумен, опасаясь ухода из Атапе до таких благотворителей, не согласился на эту просьбу. Тогда Савва и Симеон обратились со своей просьбой к проту горы Афонской и общему собору Афонских монастырей. Собор во главе с протом охотно согласился удовлетворить просьбу и предложил выбирать любое свободное место для устроения монастыря для сербов. И вот престарелый Симеон вместе с Саввой снова отправляется путешествовать по Афону. Не имея возможности по старости лет ездить на коне, Симеон путешествовал на носилках, укрепленных между двух коней. Много они видели прекрасных мест, но все-таки не нашли ничего лучше излюбленного имя Хиландаря. Когда они вернулись из путешествия и сообщили свою мысль в Атапецкому игумену, тот теперь согласился, боясь, чтобы не разгневались царственные иноки и не оставили совсем в Атапецкому монастыря. Тогда святой Савва принялся за окончательное устроение монастыря, прежде всего он возобновил и расширил древний главный храм Хиландарский во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Вокруг монастыря построил крепостную стену с высоким фиргом или башней. Внутри стен он воздвиг обширные палаты для жительства иноков. Желая расширить владение монастыря, он и спросил у прото из всех святогорцев разрешение присоединить к Хиландарю местечко Малею. Великолепно украсивший все здания, святой Савва вместе с отцом своим Симеоном перешел из Ватапеда на постоянное жительство Хиландарь, и здесь стали оба подвязаться. Желая более обеспечить за собой и за Сербию воссозданный монастырь, Савва после совета со своим родителем снова отправился в Царьград к царю Алексею. Принятый благословно царем, он рассказал ему обо всем, что устроено было именно Афоне, и просил вновь укрепить за ними и за их отечеством Сербии их создание, а вместе просил от царя и личного его участия в этом предприятии. Царь отнесся сочувствием, утвердил все их приобретения, и от себя пожаловал в них владение свой царский монастырь на Афоне по имени Зиг, и утвердил за них не грамотую. Хиландарь со всеми присоединенными к нему приобретениями и пожалованием причислен был к монастырям царским, ставропегиальным, поставлен был таким образом в особое льготное положение на Афоне. Велика была радость святого Савва и его отца, старца Симеона, когда Савва вернулся с таким успехом от царя и вручил грамоты царские, проту и собору святогорцев, которые теперь, согласно воле царя, передали монастырь Зиг во владение Хиландаря. Вскоре были сделаны новые приобретения, куплен был у собора старцев монастырь святых исповедников. В пользу Хиландаря, пожалуй, было основателями много митохий или доходных имений в их отечестве Сербии. Итак, под общим именем Хиландаря объединено было до 14 отдельных монастырей и владений на Афоне, что вместе с денежными вкладами обеспечило вполне безбедное жительство двум стам инокам из сербского народа. Чтобы обеспечить за Сербии монастырь Хиландарский на будущее время, он передан был основателями введения великого сербского жупана Стефана, старшего сына Симеонова и брата святого Савва, как наследственное владение сербских государей. Так благополучно осуществились заветные желания святого Симеона и Саввы относительно создания на Афоне монастыря для сербов. Обеспеченный материальной и прославленной подвигами Симеона и Саввы, Хиландарь надолго сделал сосредоточен просвещения христианского не только для сербов, но и для других православных славян. Монашескую жизнь в Хиландаре святой Савва устроил по правилам монастырей общежительных и написал свой устав, который оставил в руководство и последующим поколениям подвижников. На Святой горе существовали не только общежительные монастыри, но и другие различные образы подвижничества. Многие иноки избирали для себя подвижничество скидское. Собираясь по два или по три, иноки предавались подвигам молчания и богомыслия. Святой Савва, усердно изучая разные виды иноческого подвижничества и стараясь себя испытать во всех он их, восхотел подвизаться в ските. Скитническое подвижничество было особенно распространено около монастыря, носившего наименование Корея. Здесь святой Савва купил местечко и устроил в нем стихостарию или молчальничество. Построил при ней церковь во имя святого Савва Священного Иерусалимского для пребывания при ней двоим или троим подвижникам. В сей стихостари он и сам пожил некоторое время в подвигах молчания и богомыслия и написал устав для подвижничества здесь. А этот устав служил для руководства подвижникам и в последующие времена. Между тем престарелый отец его семьи, он приближался к исходу из этой жизни. Преподобный Савва, постоянно имевший неослабное попечение о своем родителе, не оставлял его перед кончиной. Однажды целую ночь Савва бодрствовал в молитве, предвидя кончину старцу. Оставив у ложа отца одного из иноков, сам отправился на утреннее богослужение. Вскоре он был позван к отцу и увидел, что тот готовится к кончине. Савва снял отца Содра и в знак великого смирения положил его на пол, на рогожку, и на ней перенес в церковную припрату или паперть. Здесь старец Симеон, пробудившись как бы от сна, стал благословлять своего сына и собравшись вокруг его братьев хиландарского монастыря. В это время послышался какой-то шум, и старец Симеон стал петь псалом. Всякое дыхание дохвалит Господа с начала до конца. Все слышали ангельское пение, а старец пел вместе с ангелами, и затем испустил дух. Раздались рыдания кончине пресноблаженного брата. Святой Савва проливал слезы радости и скорби вместе. Радости потому, что сподобился видеть блаженную кончину старцу. Скорби же потому, что лишился своего родителей из подвижника. После торжественного отпевания тело усопшего положено было в мраморной раке в церкви Святой Богородицы Хиландарской. Перед своей кончиной старец завещал сыну своему Саввес со временем перенести его останки в Отечество Сербию, что потом и было исполнено. Теперь преподобный Савва остался на фоне опять один и предавался духовным подвигам, непрестанно воспоминая в молитвах своего покойного родителя. Не раз в ночных видениях усопший являлся Савве, утешал его, открывал о своем пребывании в обителях небесных и предсказывал, что ему, Савве, предстоит устроить дела веры и благочестия в их Отечестве. По-прежнему еще с большим усердием Савва предавался делам благотворительности. Непрестанно он раздавал милости неубогим и нищим, помогал бедным, разыскивал нуждающихся подвижников и поддерживал их. Он не мог отказать ни к какой просьбе о помощи в деле построения или возобновления и поддержания церквей и монастырей, и не только на фоне, но и в других часто отдаленных местах. Иногда оскудевали его обыкновенные средства, которые разнообразно получались им из Отечества, но тогда являлась ему помощь свыше. Вот какое чудо совершилось святым Саввой, предстательством Пресвятой Богородицы. Не раз Святой Савва бывал в Царьграде и по обычаю благотворил монастырям и церквам. Особенно же он питал любовь ко храму Пресвятой Богородицы и Евергетисы, или Благодетельницы. Еще при жизни своего отца он сделал большой вклад на поминовение их рода. Потом он вместе с родителем стал носить ежегодный оброк в пользу этого храма. Наконец, Святой Савва на свой счет сделал в монастыре пристройку, чтобы иметь себе местопребывание во время посещения Царьграда. В одной из таких посещений является к нему одна благочестивая и благообразная женщина и говорит, что божественной волей ей повелено открыть Савве, что на Святой Горе, в пределах владения Келандарского монастыря, в двух местах в земле, сокрыты сокровища, которыми он может воспользоваться для своих надобностей. Жизнеписатель Святого Савва высказывает мнение, что это откровение получено было Савве от самой Пресвятой Богородицы. Но по своему смирению он не явил этого. По возвращению к Святую Гору преподобный Савва воспользовался полученным указанием и действительно открыл сокровища в двух местах, но взял их не ради своей корости, а ради милосты неубогим и нищим и для поддержки святогорских церквей и подвижников. Афонские монастыри, особенно приморские, часто беспокоили и разоряли морские разбойники или корсары. Раз они захватили монастырь Каракаль, разграбили сокровища и пленили иноков вместе с игуменом для продажи хотя бы в рабство. Корсары привели пленников к лавре святого Афанасия Афонского, рассчитывая на выкуп. Лавриотцы и выкупили их у разбойников, но под условием лишения монастыря Каракала самостоятельности и подчинения его, как метоги и лавре. После этого выкупленные игумены и братья были немилосердно удалены из Каракала. Тогда они обратились к неизменному боготворителю Савве, который, приняв к сердцу бедствия иноков, снова выкупил у лавры монастырь Каракал, со всеми его правами возвратил туда изгнанников и восстановил монастырь после разбойнического разрушения, снабдил его всем необходимым для возобновления богослужения и мирной иноческой жизни. Подобным образом он восстановил запустевший от разбойнических разорений монастырь святых сорока мучеников, именуемый Ксиропотам, богато украсил его живописью и снабдил всем необходимым. Святой Савва явился таким образом новым ктитором монастыря и установил здесь навсегда поминовение своего державного рода. Из года в год Святой Савва устраивал в Хеландаре торжественное поминовение своего родителя на день его кантины. Тогда собирались по его приглашению иноки от всех монастырей афонских, протом во главе. По откровению свыше благочестивый Савва знал, что родитель его за гробом приобщился к лику святых и молил Господа о прославлении его и перед людьми на земле, надеясь и веруя, что благочестивое желание его не останется тщетным. Накануне одного из годичных поминальных праздников по старцу Симеоне, Святой Савва после вечернего богослужения обратился к Проту с прошением на утро помолиться Господу при гробе Симеона о его прославлении и вручил ему ключи от церкви. Сам же со своими сердскими подвижниками удалился для утреннего богослужения в другую церковь в Пирге или Башне. Во время великого словословия на утренний внезапно распространилось по храму необыкновенное благоухание, приветствие всех бывших в храме сладостную духовную радость. И усмотрели тогда, что иссокшие кости старца Симеона из мраморного гроба источали благовонное миро, сообщили об этом служившему утреннюю Проту, который поспешил сообщить об этом святому Савве. С великой радостью Савва поспешил со своими собратьями ко гробу старца Симеона и воочию увидел великую милость Божию, непостыдно оправдывавшую его горячую веру. Со слезами умиления он облабызал раку, чудесно источившую благодатное миро. Многие больные или одержимые духами нечистыми получили исцеление, помазуясь благовонным миром и прикасаясь к раке мощей. Вследствие этих чудес собор афонских иноков причислил нового чудотворства к лику прежних святых и положил праздновать ему вместе со святым Симеоном Благоприимцем. В святом Савве собор поручил составить стихиры и канон и описать чудотворение, что и было им вскоре исполнено. Три дня праздновали в Хиландаре по случаю прославления святого Симеона. Святой Савва приготовил обильную трапезу для всех собравшихся на торжество и отпустил щедро всех одаривших. Святой Савва подвязался уже до вольной элита, но все оставался простым иноком. Протом святой горы Дометий, особенно чтивший и любивший Савву, давно убеждал его принять священный санк, но Савва считал себя недостойным, долго отказывался. Наконец, склоненный доводами Дометия, он решился принять посвящение сначала Водиакона, а потом Иерея, что и совершено было приглашенным в Хиландаре епископом ближнего города Иерисы Николаем, имевшим право поставлять на священство на Афоне. Спустя некоторое время святой Савва отправился по делам монастыря в город Салудь, где остановился в монастыре Филокалия, которого он был благотворителем и считался ктитором. Митрополит Салунский Константин, много слышавший о Савве от епископа Иерийского Николая, после неоднократных бесед призвал Савву служить в кафедральном храме вместе с собой и епископом Николаем Иерийским, Михаилом Кассандраевским и Дмитрием Адрамицким. Эти иерархи собор не благословили его носить на бедренник и возвели сан Архимандрита. С этой новой честью возвратился он в Хиландарь. Обо всем, что совершилось на Афоне Святой подробно сообщал своему державному брату великому Жупану Стефану в Сербию, послал и мира от гробанного явленного чудотворства родителей их и описания чудес и службу. С великой радостью принимался и послание державной Стефана, радовался с ним вместе, радовалась и вся Сербия. Стефан горячо желал перенесения мощей Симеона в Сербию, согласно и с волей самого свято почившего. Во время бедствий, вызванных междоусобной войной и поднятой против него братом Валканом, Стефан написал святому Савве обширное послание, горячо убеждая прийти в Сербию и перенести святые мироточивые мощи Симеона с глубокой верою, что благодатная сила их будет содействовать умиротворению Отечества по их молитвам. Святой Савва не замедлил исполнить просьбу брата и вести завещание своего отца. Подняв святые мощи, он понес их в Сербию в сопровождении многих афонских подвижников. Не доходя еще границ с Сербией, он предупредил брата о приближении святых мощей. Стефан в сопровождении духовного клира, сановников и народа вышел навстречу. Велика была всеобщая радость при этой встрече, когда видели возвращение в Отечество прославленных мощей прежнего великого Жупана, отца и святущего добродетелями сына его архимандрита Савву. Стефан горячо облобызал мощи и обнялся с братом после столь долгой разлуки. Святые мощи Симеона поставлены были в построенном им Студеницком монастыре, в котором он принял и пострижение, и обильно источали мира, чудесно исцелявшие недуги, и вселявшие духовную радость во всех с верою притекавших. Святой Савва вместе с сопровождавшими его афонскими иноками подворился там же в Студеницком монастыре ко всеобщей радости его соотечественников. Пребывая здесь, а также обходя обители, грады и веси, Савва постоянно получал всех вере и благочестие. Все видели с утешением, как подворяется в Отечестве мир и тишина, как укрепляется вера и добрые нравы. Вражда между братьями утихла, и Волкан покорился брату. По обычаю, святой Савва раздавал милостыню, благотворил старквам, возобновлял ветки и созидал новые, как он делал в Афоне. Куда и теперь он горячо желал возвратиться, несмотря на видимое для всех благо, принесенное им в Отечество. Он не раз обращался к державному брату Стефану с просьбой об отпуске на Святую Гору. Но Стефан горячо убеждал брата остаться при нем и послужить на пользу церкви и веры. Он предложил святому Стефану принять игуменство в Суденицком монастыре, на что тот имел полное право, как уже посвященный Сару Архимандрита. После некоторого колебания Савва согласился править дорогим для обоих братьев и всех сербов монастырем, придаваясь неусыпной деятельности по созиданию храмов и насаждению всюду веры и благочестия. Вместе с братом своим Стефаном святой Савва решил основать новый спасов монастырь Жичу во славу Вознесения Господня, который потом сделался кафедральным монастырем сербской архиепископии. Устраивая как это, так и другие монастыри, святой Савва вводил в них те обычаи подвижничества, какие он имел на Афоне, киновии, лавры, психостарии. Желая, чтобы всюду в его отечестве славилось имя Божие, святой Савва старался создавать как можно более церквей, а где это достигнуть не удавалось, там он водружал, по крайней мере, святой крест, взбирая на который все помнили бы о распятом. Уже при жизни своей святой Савва сподобился дару чудотворений. Так однажды в Студеницком монастыре он увидел расслабленного, который в беспомощном состоянии просил при дороге милостыни, воспевая псалмы Давидовы. Проследился Савва о немощи человеческой, перенес расслабленного в храм перед икону Пасову и вознес горячую молитву о болящем, помазал его миром из раки, от раки святого Симеона и разрешил от грехов. Расслабленный стал здравым. Весть о всем чудесном исцелении разнеслась всюду. Болящие из разных мест спешили в Студеницкую обитель и придвигали к молитвам святого Савва об исцелении. Савва молился и помазывал больных миром от раки своего родителя, и больные получали исцеление. Деятельность Саввы и слава о новом мироточивом чудотворце Симеоне привлекали внимание к Сербии и окрестных стран. В тяжелые тогдашние времена многие искали убежище у сербского великого жупана Стефана и находили защиту. Чудотворная молитва святого Саввы касалась и таковых. К великому жупану сербскому Стефану бежал под защиту болгарский боярин Стреза, родственник царя болгарского Калаяна, погибшего при походе на Солунь во время занятий летинянами царьграда. Новый болгарский царь Борис или Борил требовал выдачи Стреза, как родственника прежнего царя. Стефан не только не выдал искавшего защиты беглеца, но оказывал ему всякое покровительство и даже дал во владении город Просек на реке Вардаре с областью. Стреза казался, однако, неблагодарным и жестоким. Он мучил своих подданных и, наконец, поднял восстание против Стефана. Должна была произойти кровавая битва. Святой Савва был глубоко огорчен и употребил свои меры, чтобы предотвратить кровопролитие. Он смело пошел в лагерь Стреза и, что удивительно, был благосклонно принят этим жестоким владетелем, который встречал его и знал при дворе Стефана. Савва всячески убеждал его не проливать напрасной крови, отказаться от своего намерения вспомнить благодеяние Стефана и заключенный с ним перед Святым Евангелием Церкви союз названного братства. Стрез оставался упорным. Тогда Савва сказал, что между ним и Стефаном рассудит Бог, и удалился. В ночь Савва обратился с горячей к Господу молитвой, чтобы он направил оружие неблагодарного Стреза против него самого. И в ту же ночь к Стрезу является неизвестный грозный юноша. Взимает оружие Стреза и, поразивший его, исчезает. Стрез издает вопли и умоляет позвать к нему Савву, считая поразившего его посланцем Саввы. Но Савва удалился из лагеря, и его не нашли. Стрез скончался, а дружина его быстро рассеялась. Кровопролитие было устранено. Много дела полезного и благотворного было святому Савве в его отечестве, которое он горячо любил. Но сильна была его любовь к Святой горе, по которой он тосковал и непрестанно стремился туда возвратиться. Много раз заявлял он об этом желании своем брату Стефану, который с горестью выслушивал эти заявления и всячески старался удержать Савву при себе. Савва оставался, но потом опять обращался с просьбами об отпуске, наконец решился окончательно. С грустью проводил его до греческих пределов державный Стефан, не теряя, однако, надежды, что это удаление будет опять только временным. Сокрушались, провожая Савву и все его соотечественники. Как грустны были проводы Саввы и Сербии, так радостна была его встреча на Афоне не только иноком и хиландарском монастыря, но и всеми святогорцами. С новым усердием Савва опять стал подвязаться на святой горе, предаваясь уединению, молчанию и богомыслию. Но в то же время он продолжал дела благотворительности, без чего никогда и нигде он не мог жить. Снова он презирал убогих, подавал милостыни нищим, благотворил церквам и помогал подвижникам. Так прошло несколько лет. Сербии сожалели об удалении Саввы и желали его возвращения. Не раз писал к нему об этом брат Стефан. Савва оставался, однако, непреклонным. Но вот произошло такое событие, которое заставило всех особенно желать возвращения Саввы в Отечество. Вдруг прекратилось истечение мира от раки святого Симеона. Все увидели в этом гнев Божий, горячо желали молить Саввы при гробе Симеона. Приведенный в ужас Стефан написал убедительное послание к Савве, умоляя его прибыть в Сербию и вместе с ним и со всем народом помолиться у гроба мироточивого старца Симеона о возвращении благодати мироточения. Святой Савва внял этому молению, но и на сей раз лично сам не отправился в Сербию, а послал некоего инока Илария, вручим ему горячее молитвенное послание к своему свято почившему родителю Симеону, которое должно было быть прочитано у гроба святого в присутствии державного Стефана и народа после богослужения и молебна. В своем послании сын по естеству обращался к Симеону как отец к духовному сыну, ибо таковым при жизни своей старец Симеон признавал Савву, склонившего его оставить мир и избрать иноческий путь ко спасению. Инок Иларий вспомнил все так, как указал Савва. После прочтения послания Саввы при раке Симеона, вдруг по храму разнеслось благолухание и снова стало истекать от раки благодатное миро, приносившее тут же исцеление болящим. Все горячо возблагодарили Господа Бога за великую его милость и делились духовной мощи подвижника Саввы. Это чудо принесло утешение и ободрение всей Сербии. В те времена совершились великие события на православном Востоке, который тяжко пострадал от латинян. Царствующий град Константинополь взят был в 1204 году латинянами. Греческий царь и патриарх должны были искать иного места для того, чтобы стараться о восстановлении раздоренного царства и утверждении много пострадавшего православия. В соседних православных державах Болгарии и Сербии были свои беды и нужды, и государи сербские и болгарские усердно старались отстоять и свою независимость в эти тяжелые времена и чистое православие. Святой Савва лучше, чем кто-либо из его славянских современников, знал положение дел, беды и нужды на православном Востоке. Как благоприятные дни царства греческого, он нередко бывал в Царьграде и имел сношение с царями. Так и теперь, во времена бедствий, он не прекратил сношение с греческим царем и патриархом. Стар Феодор Лоскарис и патриарх имели тогда местопребывание в Малой Азии, в городе Никее, прославленном бывшими в нем святыми вселенскими соборами I и VII. У святого Савва немало было надобности явиться к царю и патриарху, как по делам своего хиландарского афонского монастыря, так и по нуждам его отечества Сербии. Он решился отправиться в Никею. Царь Феодор Лоскарис находился в близких родственных отношениях с сербским великим жупаном. Сын Стефана стало быть родной племянник святого Саввы. Был женат на дочери царя Феодора Лоскариса. Сербский царствующий дом, начиная со Стефана Немани, в это время уже прославленного святого Симеона, и с прежними государями был в родстве и пользовался уважением с их стороны. Теперь же особенно близки стали отношения между сербским и греческим государями, и по родственным отношениям, и по общим нуждам защиты свободы и прославления от латинян, и православия от латинян. Неудивительно посему, что святой Савва принят был в Никее царем и патриархом, не только благосклонным, но весьма радушным. Все просьбы Савва относительно дел Хиландарского монастыря были вполне удовлетворены. Но мысли и заботы святого Саввы не ограничивались так и Хиландарским монастырем. Они не менее устремлены были и на нужды и пользу отечества, на его независимость и самостоятельность государственную и церковную. Мудрый Савва нашел, что теперь представилось благоприятное время для приобретения для Сербии церковной самостоятельности. Покончив с делами по Хиландарскому монастырю, святой Савва обратился к царю Феодору с важной просьбой относительно сербской церкви. Он красноречиво и подробно изложил состояние веры в своем Отечестве и указал на заботы и успехи в деле сохранения и содержания и поддержания чистоты православия в те трудные времена, когда распространялось на православном Востоке у южных славян и греков нечестивая богомильская гересь, и когда как на греков, так и на славян православных наступили с запада латиняне. Но чтобы эти заботы и успехи в деле веры были прочь, необходимо было, как доказывал Савва, иметь в Сербии ни одного епископа, поставляемого царьградским патриархом, как было доселе, а архиепископа самостоятельного или автокефального, который сам учреждал бы епархии и поставлял бы на их архиепископов вместе с сербским духовным собором. Такая важная просьба привела сначала в смущение царя и патриарха. Но после размышлений и рассуждений царь и патриарх признали, что удовлетворив такую просьбу, они и Сербии принесут и для себя получат великую пользу. Сербия получил самостоятельного архиепископа и учредив новой епархии, будет легче защищать и утверждать православие и не поддастся на соблазны латинству, а вместе возвыситься среди соседних государств. Греция, в благодарность за это благодеяние, получит в лице сербского государя друга и союзника в борьбе с врагами империи. Когда таким образом этот важный вопрос в основе был благоприятным для Сербии решен, святой Сава просил вознести сам архиепископа сербского, одного из сопутствовавших ему старцев и иеромонахов. Но ни царь, ни патриарх не нашли возможным поступить согласно предложению Саву. Они сказали, что никого не желает возводить на этот высокий сан, кроме самого просителя и ходатая. Такой оборот дело был для смиренного Сава совершенно неожиданным, он и не помышлял об этом. Но воля царя и патриарха была непреклонна. По обычаю, помолившись Господу Богу, явняв убеждением как царя с патриархом, так и своим спутником, Сава усмотрел в этом волю Божию и согласился. Царь распорядился дать из твоей казны все необходимое для поставления в высокий сан автокефального архиепископа. И вот вселенский патриарх Герман в праздник Успения Пресвятой Богородицы в 1222 году рукоположил Саву в архиепископа сербского в присутствии царя и вельмож. Обласканный, почтенный, высоким саном и богато одаренный царем и патриархом, Сава пошел в обратный путь. Морем он достиг Святой Горы Афонской. Весть о возведении Савы в архиепископа предупредила его возвращение. Все афонские подвижники от прота до последнего отшельника старались и спешили получить благословение от новопоставленного и приветствовать его. Особенно велика была радость в монастыре Хиландарском, но вместе и печаль. Предстояло, быть может, навсегда расстаться с великим основателем обители и незаменимым руководителем иноков. Прот и игумены всех важнейших монастырей афонских один за другим просили Саву посетить их обители, совершить архиерейское служение и рукоположить некоторых в стан Диакона и Иерея. Святой Сава с отчанием исполнил эти прошения. Его душе отрадно было вновь посетить обители, которые он так чтил и любил, и помолиться в них. Наставив в последний раз братья своего Хиландарского монастыря жить по его уставам и заветам, святой Сава отправился в Отечество в сопровождении немалого числа иноков, своих учеников и сподвижников, которых он намеревался поставить потом в Сербии на важные духовные должности. Грустил Сава, расставаясь столь любимой им святой горой, но утешался от сознания высоты того служения, на которое он шел в свое Отечество. Свой путь с Афона Сава держал на знаменитый город Салунь, ведь он прежде всего поклонился мощам великомученика Дмитрия Мироточца, а затем отправился к Салунскому владыке митрополиту Константию, с которым издавна находился в любви и тесной дружбе. С этим митрополитом Сава много беседовал о трудных делах церковного управления и искал у него советов и указаний. Святой Сава пробыл в Салуне значительное время, жряв в своем монастыре Филокалии, которому теперь он принес новые и богатые дары. Проспещенный Сава посвятил проведенное здесь время книжному делу. Для управления самостоятельной церковью ему нужны были церковные и гражданские законы. Приобретением таковых книг на греческом языке, которые Сава знал в совершенстве, и переводом их на славянский язык он и занялся. Плодом трудов его было появление в свет на славянском языке кормчей книги, которые потом воспользовались для церковного управления не только сербы, но и болгары и русские. Подготовившись таким образом к своему высокому служению, Сава пошел в отечество, послав предварительно своему брату, великому жупану сербскому Стефану, послание, извещая обо всем происшедшем с ним и о своем возвращении. Стефан и вся Сербия возрадовались возвращению Сава в стане архиепископа. Ему устроена была на границе с Сербией торжественная встреча, в которой, однако, Стефан лично не мог принять участие, так как был болен и лежал в постели. Встреченный с великой радостью вельможами и народом, Сава прибыл к брату и молитвой своей воздвиг его от одра болезни, благословил и братский облобызал. Тут же оба брата стали заботиться об устроении церкви. Прежде заложенный монастырь Жичу, они порешили скорее окончить и в нем основать архиепископскую кафедру. Повидавшись с братом и приняв необходимые первоначальные меры относительно церковных дел, святой Сава отправился в Туденицкий монастырь к огробу своего родителя и братья, которую он правил перед своим путешествием на восток, как архимандрит. Облобызав гробницу святого Симеона, обильно источавший целебное миро, Сава занялся поучением иноков и устроением церковных дел. Теперь, облеченный архиепископской властью, он решительнее стал продолжать дело насаждения в Сербии иноческого подвижничества по образцам подвижничества афонского. Он вводил порядок и уставы касательно как общего церковного богослужения, так и келейного правила и всего поведения иноческого. Уже ранее святым Савою вместе с братом Стефаном было положено основание новому монастырю в Житче, Великую Церковь и Вознесение Господне. Здесь решено было утвердить сербскую архиепископскую кафедру. Сава отправился сюда и приступил к быстрому завершению постройки и украшения обители. Самой первой и главной заботой святого Савы, ставшего теперь архиепископом, было устроение сербской церкви. Все пространство сербских владений Сава разделил на 12 епархий и поставил для них епископов, избрав достойных лиц, главным образом из своих учеников и сподвижников. Новопоставленных епископов он научил как следует править пастою и вручил им книги законов для церковного управления. Спустя некоторое время Сава собрал общий цербский церковный собор из епископов черного и белого духовенства и мирян для укрепления истинной православной веры. Тогда в Сербии было много неустройств в деле веры, существовала и нечестивая ересь богомильская. Были остатки язычества, много было вообще разных нестроений и пороков среди христиан. На соборе святой Сава произнес обширное и красноречивое поучение об утверждении православия. Изложено было вновь православное исповедание веры, осуждены ереси и приняты меры к искоренению разных суеверий, нестроений и пороков. Между прочим, выяснилось, что много было живших в брачном сожительстве, но без церковного венчания. Многие также давно и имели уже детей, даже взрослых. Святой Сава из своих учеников избрал достойных, поставил их протопопами и разослал по стране венчать тех мужей и жен, которые оставались без венчания. Причем приказано было вместе с родителями венчать и их взрослых детей. Тем же протопопом поручено было искоренять и другие недостатки в духовной жизни страны. Сербский государь носил доселе титул великого жупана, между тем соседние государи имели титул у царей или королей. Брат Сава и Стефан соответственно с силой и значением своего государства желал быть венчанным королевским венцом. Это было теперь вполне возможно, так что Сербия имела самостоятельного иерарха, который мог совершить обряд венчания. Это и совершил Святой Сава в кафедральном храме монастыря Жичи. Так как короли соседних государств получали корону от римского папы, то ради признания королем и сербского государя со стороны соседей найдено было нужным обратиться к римскому папе за согласием, которое последовало и выразилось в присылке короны. Но сие обстоятельства не повело к подчинению папе и не повредило православию. Возвышение Сербии было неприятным для соседнего короля венгерского Владислава, который готов был выступить войной против первовенчанного короля сербского Стефана. Желая избежать кровопролития, Стефан просил брата своего архиепископа Саву отправиться к венгерскому королю для того, чтобы дело устроить миром. Сава отправился и принят был благосклонно, но король не хотел делать никаких уступок. Чудодейственная молитва Сава, однако, содействовала благому концу. Совершилось следующее чудо. Переговоры с королем происходили в жаркий день. Истомленный от жары и жажды, Сава попросил подать льду. Но лед оказался растаявшим в погребах. Тогда святой Сава обратился с молитвой ко Господу и вдруг нашла туча, засверкала молния, ударил гром и посыпался обильный град, покрывший землю. Сава повелел набрать градус сосуд, благословясь испробовав Сава предложил королю со словами, «Так как у вас лед истаял, то я с молитвой обратился к Господу Богу, и он послал нам сей прохлаждающий дар». Все были удивлены этим чудом и с благоговением стали относиться к святому Саве. Король переменил свои отношения к Сербии. Мысль о войне была оставлена. Сверх того, король возымел такое почтение и уважение к Саве, что пожелал исповедать ему свои грехи и получить разрешение от него. Сава тщательно исполнил это и убеждал короля, не без успеха, отказать от латинства и возвратиться к православию. Вернувшись в Сербии, святой Сава все поведал брату своему, и оба они возблагодарили Бога за эти благодеяния. Король Стефан Первовенчанный достиг старости и нередко впадал в недуги. Он имел горячее желание принять перед смертью ангельский образ, постричься от своего брата Саву. Но архиепископ отклонял эту просьбу, говоря, что не настало еще время. Однажды Стефан сильно заболел, а святой Сава находился в дальней отлучке. Тот час же послали за ним. Сава немедленно поспешил к больному брату, но на дороге встретил его новое послание, сообщивши, что король скончался уже и незачем очень спешить, в живых его нет. Но святой Сава, напротив, еще более ускорил свой путь, огорчаясь тем, что он не облег вовремя своего брата в ангельский образ, и молясь Господу о сохранении брата в числе живых. И что же? Когда Сава с горячей молитвой приблизился к кадру брата, он нашел в нем признаки жизни, и Стефан немедленно очнулся. Возрадовался святой Сава, облег Стефана в великий ангельский образ именем Симеона и воздал ему предсмертное целование. Король Стефан, выночистый Симеон, тихо почил на руках своего брата святого Савы. Прах его положен был в монастыре Студеницком рядом с Ракою и его отца святого Симеона Немани. Сельский престол занял старший сын Стефана первовенчанного Радислав, которого святой Стефан Сава торжественно венчал королевским венцом. Давно святой Сава горел желанием посетить святую землю поклониться гробу Господней и походить по тем местам, которые прославлены жизнью и смертью нашего Спасителя. Он желал также посетить знаменитые палестинские обители и видеть жизнь палестинских подвижников. Теперь свою мысль и решение Сава сообщил своему племяннику королю Радославу. Тяжело было королю расстаться с дядей, который мог быть его мудрым советником и руководителем, но он не смел отказать ему в просьбе и отпустил, снабдив его на путешествие большой суммой золота. Святой Сава отправился через принадлежащее Сербии Адриатическое приморье, сел на собственный корабль и направился морским путем прямо к святой земле. Совершив благополучное плавание, он вскоре достиг святого града Иерусалима, где был с любовью принят иерусалимским патриархом Афанасием, и приступил к обозрению святым и поклонению им в Иерусалиме и окрестностях. Вместе с патриархом он служил в великом храме воскресения, равно как с благословения патриарха и в других знаменитых храмах на Сионе, Вифлееме, Гефсимании, Наелионе, Вифании. Во всех этих храмах, как и других посещенных им святых местах, Сава щедро раздавал милость и не вносил жертвы на поддержание, устроение и украшение святых храмов. Святой Сава ходил на Иордан видеть место богоявления и в пещерную церковь Иоанна Крестителя, и оттуда опять в Иерусалим через обитель святого Герасима. После некоторого отдыха он отправился в знаменитую лавру своего соименника, святого Сава Священного, где с почетом был принят брать ее. Оттуда путешествовал он к Мертвому морю, посещал пещеры молчальников и беседовал с ними. Посетил он также обитель великого Исимии, Феодосия и Кеновиарха. Возвратившись в Иерусалим, оттуда он снова путешествовал в разные места, и на Зарет, и на Фавор. Живя в Иерусалиме, обходя обители и другие замечательные места, святой Сава старался приобрести полезные для себя и для своего отечества. Он изучал уставы и правила церковные, приобретал книги, беседовал с просвещенными иерархами и подвижниками о делах церковного управления и душевного спасения. Сверх того, для отечества своего он приобрел много святых мощей и церковной утвари. Обозрев святую землю и поклонившись святыням, Сава направился к греческому царю Иоанну в Атасе, имевшему местопребывание еще в Никее, где Сава ранее посетил прежнего царя Феодора Ласкариса, тесте в Атасе. Святой Сава был радушно принят царем, особенно же царицей, которая и ранее при своем родителе видела святого Саву и питала к нему великую любовь и попечение, и почтение. Царь и царицей Федора дарили сербского архиепископа казной и дорогой утрою для святых церквей. Стестью был отпущен Сава на царском корабле с военной охраной. Он отправился на Святую Афонскую гору, где посетил Ватапет, в котором принял пострижение. Ивер и другие монастыри главным же образом пребывал в своем сербском хиландарском монастыре. Рады были на Афоне в виде своего прежнего сподвижника и собрата все святогорцы. По обычаю святой Сава благотворил щедро церквам, инокам и нищим, как из своих средств, так и из пожаланных греческим царем и царицей. Со святой Афонской горы Сава направился в город Солунь, где независимо от никейского царя держал власть, также именовавший себя царем Феодор из фамилии Ангелов. И для этого властителей для Сербии было важно соблюдать мир в те смутные времена. И потому святой Сава был радушно принят Феодором. И это посещение Сава из Солуни принесло немалую пользу Сербии. Оттуда Сава отправился в свое отечество. Весть об этом побудила сербского короля Радослава выйти навстречу Савве в сопровождении духовенства, вельмож и народа. Радостно была эта встреча и для святого Савы, и для сербского народа во главе с государем. Отдохнув от долгого странствования в Студеницком монастыре при гробе своего родителя, святого Симеона Мироточца, архиепископ Сава усердно принялся за дела веры и церкви. Прежде всего он созвал духовный собор в Студеницкой лавре в память кончины святого брата своего, по кончине своего брата Стефана Первовенчанного, выночестве Симеона. После богослужения и особенного молебствия святой Савва приказал открыть раку усопшего, в которой были обретены нетленные мощи, наполнившие храм благоуханием. Велика была всеобщая радость о сей новой милости Божией. Тогда же решили торжественно перенести святые мощи в общую задужбину Стефана Первовенчанного и святого Савва в новосозданный ими кафедральный монастырь Жичи. После этого святой Стефан Савва отправился обозревать епархии всей своей архиепископии сербской, творя владычный суд, исправляя недостатки, получая вере и благочестие, и щедро раздавая милостыни неимущим и убогим, и благотворя церквам и монастырям. Никто не оставлен был Саввою в этом странстве без поучения и наставления. И вельможи, и воины, и простые люди слышали от него мудрые уроки христианской жизни. Но святому Савве пришлось испытать и тяжелое огорчение. Произошла междоусобная распри между королем Радославом и его младшим братом Владиславом, который беззаконно восстал на старшего брата. Король Радослав сначала пользовался любовью народа, но потом некоторыми недобрыми поступками, особенно в своей семейной жизни. Он вызвал к себе нерасположение. Многие вельможи отложились от него и приняли в сторону возмутившегося младшего брата. Радослав был свергнут с престола изнан и бежал в Драч на Адриатическое море, где, испытав насилие от одного франксского латинского властителя, должен был бежать. Прибежища из защиты он нашел у своего дяди, архиепископа Саввы, который убедил его после бурной мирской жизни искать успокоения в жизни иноческой. Радослав пострижен был Саввой вынощества под именем Иоанна и, подвязавшись недолгое время, скончался. После смерти Радослава святой Савва венчал королевским сербским венцом младшего племянника Владислава, призванного теперь, признанного всеми сербами. Владислав благоговейно относился к своему дяде, слушался его наставлений и чтился в делах благочестия подражать отцу своему и деду. С благословения святого Саввы он выстроил в себе задушбину величественный храм Вознесения Господня в Милишеве. Многое с любовью трудился святой Савва для блага сербской церкви. Много он сделал добра и принес пользы, как владыка архиепископ. Но душа его все-таки стремилась к святым дальним местам и подвигам в отшельническом уединении. И вот, отдаваясь своему внутреннему влечению, он решает сложить в себя бремя архиепископства и снова пуститься в странствие на восток. Мысль свою он сообщает прямо Владиславу, епископам и вельможам. Все горячо упрашивают его не покидать свои паствы. Но святой Савва остается непреклонным. Он говорит, что должен посетить такие святые места, которых еще не был, и затем, возвратившись, он будет до конца дней пребывать с ними в безмолвном подвижничестве. Собрав церковный собор, он выбрал достойнейшего из своих учеников и романаха Арсения и рукоположил его в сербские архиепископы на свое место. А сам, настаивавши пасту, снова пустился в дальнее странствование. И на этот раз он держал свой путь морем из Далмации. На морях тогда везде было много морских разбойников. Распространился слух, что Савва везет с собой великие богатства. Разбойники подстерегали корабль Савва и готовы было напасть. Но по горячей молитве Саввы корабельщики его удачно избежали подстерегавших разбойников и приплыли в безопасную пристань Бриндизи в Италии. Разбойники раскаялись и, прибывши в ту же пристань, просили прощения у святого Савва. Отправившись в дальнейшее путешествие, святой странник подвергся новой опасности. Поднялась страшная буря. Корабельщики отказались управлять кораблем и ждали только помощи свыше. Все единодушно они обратились к Савве, прося его молитв и заступничество. Савва горячо помолился Господу Богу, воздевая руки к небу против ветра, поддерживая корабельщиками. И Господь услышал его молитву, внезапно буря стала утихать. И все воздали благодарение Господу Богу и святому Савве. Когда прибыли в приморский город Палестин и Акру, святой Савва остановился здесь, на подворье лавры Савва Священного, которое ранее он выкупил у франков. Слава о чуде украшения молитвы Саввы бури на море от корабельщиков распространилась в народе, и многие стремились видеть чудного старца и получить от него благословение. Из Акры святой Савва направился в Иерусалим морским же путем на другом корабле через Великую Кесарию и Иопию, или Яфу. В Иерусалиме он остановился в монастыре святого Иоанна Богослова, который он ранее еще выкупил и передал для заведования инокам лавры святого Савва Священного. С синаками этой лавры, радостно встретившими его, он отправился в храм воскресения Христова для поклонения святыне. Там он увиделся с Иерусалимским патриархом Афанасием, который подробно расспрашивал его путешествия о родине святого Савва, о войне и мире, и о пройденных им странах. Святой Савва участвовал в богослужении вместе с патриархом, который при этом случайно пророчественно говорил присутствующим о заслугах, благодеяниях и чудотворениях Саввы. В Иерусалиме Савва был уже известен, и новое появление его здесь привлекало к нему много народа, искавшего его молитв и благословения. Утвердив свое местопребывание в монастыре святого Иоанна Богослова, святой Савва посещал святые места, беседовал с подвижниками, из коих многие издавна были ему узнаемы, особенно в лавре святого Савва. Но поклонением иерусалимским святыням Савва не ограничился. Из Иерусалима он предпринял несколько дальних путешествий. Так он пожелал посетить египетскую Александрию. Здесь он благосклонно и с честью был принят александрийским патриархом, который имел уже некоторые сведения о знаменитом сербском архиепископе, а теперь при личной встрече подробно расспрашивал об его отечестве. Святой Савва в Александрии посетил святые церкви, поклонился святыням и всюду делал приношения. А в патриарши кафедральной церкви вписал в свой родов церковный синодик, сделав богатый вклад. С патриархом они обменялись богатыми дарами. Получив от патриарха благонадежных и знающих руководителей из иноков, святой Савва отправился путешествовать по пустыням, прилегающим к Александрии, чтобы видеть пустыническое подвижничество и побеседовать с сошельниками. Он побывал в Мариоте и в пустыне Сливийских. С любовью и смирением он искал и принимал поучения от молчальников, подвижничество которых всегда всеми прославлялось, как совершеннейший путь ко спасению. Оттуда он прошел в Сиваиду и в Черную гору, славившуюся спитническим подвижничеством, побывал в некоторых местах Сирии и даже Персии. И, наконец, возвратился в Иерусалим. После некоторого отдохновения он отправился в новое путешествие на Синай. Пройдя долину Иорданскую, он достиг Вавилона, где поклонился гробам трех отроков Анания, Азария и Месаила. Местный султан отнесся к нему благосклонно и дал проводников к султану египетскому, который также оказал в святом уставе внимание и проводил на гору Синай. На Синайе святой Савва принят был радушен с синайским епископом и поселился при монастыре при святой Богородице. На Синайе святой Савва пробыл в подвигах целую святую Четыридесятницу, поклоняясь святыням, изучая тамошнюю подвижническую жизнь и молясь всем в святом месте о своем отечестве. Синайя святой Савва снова возвратился в Иерусалим. После некоторого вдохновения он вновь обозрел все святыни и поклонился им, а затем стал готовиться к новому путешествию. Сердечно простившись с Иерусалимским патриархом Афанасием и с игуменом Лавры Савва священного Николаем, равно как со всем патриаршем Клиром и братьями монастырей, святой Савва направился в город Антиохию, где был радушно принят антиохийским патриархом. Посетив святые церкви в самой Антиохии, святой Савва совершил путешествие для поклонения гробу святого Симеона на Дивной горе. Из Антиохии Савва направился в Старград через Армению и Анатолию. Сухопутное путешествие он совершил благополучно. На море же его постигла тяжкая болезнь. Спутники трепетали за его жизнь, уговаривали его принять пищу, ибо несколько дней он ничего не вкушал. Но Савва не мог принимать никакой пищи, кроме свежего чего-либо. Но берега были далеко, и кормщик корабля грубо отказал в остановке для означенной цели. Спутники Савва сообщили ему об этом, но он успокоил их, говоря, что на все есть воля Божия, и сетовать не должно. Вдруг в это время волной выкинул на корабль к тому самому месту, где лежал болящий Савва, большую живую рыбу. Савва, указанно не сказал, вот и послал нам Господь, Бог потребный. Рыба была приготовлена, и все бывшие на корабле ею напитались. Святой Савва, подкрепивший свежей пищей, стал совершенно здоровым, а устыженный происшедшим кормщик просил прощения у владыки. Прибыв в Царьград, святой Савва прежде всего направился в монастырь при святой Богородице Эвергетисы, где имел свое помещение для пребывания. А затем отсюда он отправился в середину города, к храму святого апостола Андрея, где имел переговоры по разным делам с правившими тогда Царьградом латинскими магистрами. Из Царьграда обычный путь для святого Савва лежал, по-видимому, на святую гору. Но чтобы оттуда возвратиться в Отечество, но Богу угодно было путь его направить иначе. Святой Савва из Царьграда морем доехал до города Мефемрии на Черном море, а оттуда пошел в болгарскую столицу, город Чернов, к своему свату, болгарскому царю Иоанну Осенью, дочь которого была зафердским кралем Владиславом, племянником святого Савва. Болгарский царь устроил торжественную встречу Савве и с великой честью принял его в столичном городе Тернове, предоставив в его пользование собственные палаты и слуг. Святой Савва накануне праздника Богоявления светил крещенскую воду в кафедральном храме 40 мучеников, а наутро служил вместе с патриархом болгарским. Вскоре болгарский царь, приняв благословение святого Саввы, выехал из города ради охоты, между тем святой Савва тяжко заболел. И чувствовал приближение кончины. Он собрал около себя своих учеников и спутников и сделал предсмертные распоряжения. Во время своего путешествия по Востоку он собрал множество святыни и драгоценных вещей для своего отечества, святых мощей, сосудов, книг, риз и иной утвари церковной. Многое из этих предметов он получил в дар, многое приобрел покупкою. Все эти сокровища он распределил точно, что куда следует отдать, и послал вперед себя в отечество. Между тем болезнь усиливалась. В один субботний вечер Савва призвал своих учеников и велел им почить на некоторое время, потому что потом предстоит им бодрствовать более. В полуночи святой Савва исполнился особой духовной радости, и в горячей молитве к Господу ждал своей кончины, которая затем вскоре и последовала в присутствии его учеников. Благоговейно обредив тело почившего, ученики стали заботиться о погребении. Немедленно постно было извещение царю болгарскому, который приказал патриарху болгарскому Иоакиму торжественно похоронить святого Савву в храме сорока мучеников в Пернове, что и было исполнено со славой и честью. Царь приказал по случаю погребения сербского архиепископа раздать из своей казны большую сумму золота нищим и убогим. Сам святой Савва перед смертью своей завещал также вклады и вещами и казной на свое погребение и поминовение в храм сорока мучеников. Спустя немного лет по представлению святого Саввы преемники у архиепископ сербский Арсений и сербский краль Владислав решили перенести прах покойного первого сербского архиепископа из Тернового Отечества. Краль отправил посольство к тесте с просьбой о разрешении перенести останки почившего пастыря. Но болгарский царь Иоанн, патриарх и народ никак не хотели отпустить и для них драгоценный гроб. Они отвечали, что если бы гроб оставался в небрежении, то сербы могли бы требовать перенесения праха. Между тем, гробница находится в главном храме, богато, украшена и окружена всяческим попечением. Владислав отправил второе посольство, но и оно не имело успеха. Тогда он решил отправиться к тесте лично в сопровождении вельмож и епископов. Ну и личное прошение Владислава сначала не могло склонить болгарского царя на отпуск тела святого Саввы. Как неласково, непочтительно царь Иоанн принял своего зятя. Он все-таки не хотел расстаться с дорогим и для болгар гробом. Только неспостное свыше ночное видение царю Иоанну заставило его не противиться просьбе сербов, сербского краля и народа. Царь Иоанн после видения уразумел, что здесь воля Божия, а не человеческая. Торжественно совершено было перенесение праха святого Савва. Когда, готовясь к подъему и перенесению, открыли гроб, то обрели тело нетленным. Приспособив все тщательно к далекому путешествию после молебствия, подняли святые мощи и пустились в путь. Краль Владислав удивился, как все скоро и благоприятно устроилось, ибо царь болгарский, поощренный видением, хотя и решился отпустить тело Саввы, но все еще не вполне освободился от своего неудовольствия. Но вскоре после унесения мощей один расслабленный чернец по имени Неофит прилег на деревянных досках, которые были при гробе святого Саввы. Прикосновение к этим деревам принесло ему внезапное исцеление. Это чудо принесло великую радость болгарскому народу. Чудотворная сила святого Саввы сохранилась на месте его погребения и по унесении его святых мощей. И после совершалось много чудес на месте, где стоял гроб святого Саввы в храме сорока мучеников. Когда шествие с святыми мощами приблизилось к пределам Сербии, архиепископ Арсений с епископами и прочим духовенством, равно как и бояре и множество народа, вышли в встретение, воспевая духовное песнопение, с духовной радостью и весельем. С чувством глубокой радости и утешения все лабызали нетленные мощи святого Саввы и торжественно перенесли их в монастырь Милишова, только что построенный сербским кралем Владиславом, как его задужбина. Здесь был уже уготован Владиславом честный гроб для положения мощей святого Саввы, которым стало спекаться множество народа со всех концов сербской земли. Немного времени спустя было явление святого Савва одному из учеников его. Святой Савва объявил, что с того времени, как Господь взял его от мира земного, ему не надлежит жить во гробе, а лежать в церкви на видении всем. Тогда вновь вынули мощи его из земли, положили в деревянном ковчеге и поставили посреди великой церкви. Святой Савва при своей долгой святой жизни совершил много благих дел и для отдельных людей, и главным образом для своего отечества Сербии, укрепив в нем веру и благочестие, создав церковную иерархию и правильное церковное управление, дав пример и образец подвижничества. Все свои заботы он предал в своих немалочисленных письменных трудах. И люди, жившие с ним в одно время и во все последующие времена, не только одни сербы, но и все православные чтили и чтят этого святого великого благодетеля и покровителя земли сербской и всего православия. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.